МАРИНА КОМИЦАРОВА Вдохновение, парапоэзия. Между тем, для практикующих врачей, для медицинских работников горячая пора, когда обостряются различные заболевания. В частности, допустим, людям перед холодным периодом времени хочется больше кушать, набирается вес после лета. И все приходят к вам, потому что знают, что у вас можно бороться с лишним весом. Правильно я понимаю? Правильно, конечно. Каким образом держать себя в руках, такой вопрос актуальный, в холодный период времени, чтобы не кушать лишнего? Ну, действительно, осенью стало холоднее, хочется более тяжелой пищи. И вес прибавляется быстрее не только потому, что холодно на улице, но и потому, что обменные процессы действительно притормаживаются. Ну, конечно, если просто людям порекомендовать, ну, ешьте все точно так же, как и летом, больше овощей, на фрукты нажимаете, правильно сочетаете пищу. Ну, не всегда это получается. И если у кого-то совсем не получается, и вес очень быстро прибавляется, вы можете прийти к нам. Потому что наш центр как раз специализируется на сбросе веса. Лечением ожирения мы занимаемся уже 20 лет. То есть ожирение – это такое понятие, которое в нашей стране, особенно в последние годы, об этом много говорят, и разные статистические данные. Проблема такая злободневная. То есть довольно-таки большой процент населения страдает лишним весом. У всех причины разные, но какие самые распространённые? Действительно, в последнее время увеличилось число людей с ожирением. И как бы вы ни говорили, самой главной причиной является так называемое элементарное ожирение, когда люди просто много едят или неправильно едят. Едят более жирную, более калорийную пищу. Очень любят колбасы-сардельки, где достаточно много жиров, ну, и не совсем полноценных продуктов. И вот это как раз и является главной причиной. Более того, как правило, ожирение имеет семейный характер. Вы, может быть, замечали, что и папа, и мама толстые, и дети у них тоже толстые, к сожалению. Вот сейчас стали приходить уже дети с ожирением к нам. Причём достаточно много детей. И с детьми работать наверняка посложнее, потому что если взрослый человек осознаёт масштаб проблемы, то это не только там визуально, да, не совсем эстетично, но и ведёт к различным заболеваниям другим, да, потому что лишний вес – это нагрузка дополнительная и прочее. То есть с детьми работать посложнее, потому что у них вот этого осознания, наверное, нет. Почему им надо есть меньше или другую пищу, когда вкусно, там, колбаску скушать. То есть ещё и психологически, да, приходится с ними работать как психологу? Вот как раз психологически с ними не стоит работать, это работаем с родителями. У детей действительно мотивации нет, как у взрослых. Если взрослые, тем более девушка, молодая женщина приходит, и она даже с эстетической точки зрения имеет мотивацию похудеть, а более взрослые люди хотят похудеть, потому что это фоновое заболевание для многих других болезней, для гипертонической болезни, для заболеваний суставов, то ребёнок не осознаёт ещё. Для него хорошо, что он полненький, ну и бабушки все там радуются вокруг него, да. И с детьми действительно посложнее работать. Методика всё та же самая, но результат, как правило, бывает немножечко отсроченный. То есть ребёнок должен понять, что у него пропал аппетит на наши методики, и только тогда он может отказаться от каких-то продуктов. И, конечно, суррогатные продукты хорошо бы, чтобы убирали родители. Или всякие чипсы, сухарики. От них достаточно быстро могут поправляться. Газировки. Вот, это всё калорийно. Ну, смотрите, когда вот эта самая такая элементарная причина для набора лишнего веса, неправильное питание или большой объём питания, вы в вашем центре подходите индивидуально к каждому пациенту и клиенту и составляете программу питания, да, там назначаете лечение. Но где гарантия, что будет следовать клиент, когда придёт домой? Вы каким-то образом мониторинг проводите? Это же наверняка не разовый приём. Вот пришёл к вам человек, и он в процессе, пока не достиг результата, к вам так и ходит. То есть вы мониторите до самого конца, до результата. Правильно я понимаю? Смотрите, хороший вопрос действительно, что можем ли мы отследить. Дело в том, что у него пропадает аппетит на нашей методике. Это метод для ленивых. Суджок – изумительная методика, лечебная. Мы 20 лет работаем с этой методикой, и статистика достаточно большая. Если даже пациент на первых сеансах медленно раскачивается и плохо уходит у него вес, он однозначно начнёт худеть, потому что после пятого-шестого сеанса у него пропадёт аппетит. Он не сможет есть. Он даже не сможет есть и теми объёмами, которыми ел. А что говорить? У нас люди действительно по многу едят. Я даже своих пациентов, когда расспрашиваю и анализирую, сколько человек может съесть, я понимаю, что я, например, столько не могу съесть на самом деле. Это одно. А второе – там насыщение очень быстро идёт. И ещё. Изменяется перестрастие к продуктам. Жирное невозможно съесть. Методика такова, что она оздоравливает поджелудочную железу и печень. От жирных продуктов начинает тошнить. Тяга к сладкому пропадает, потому что извращённая реакция больной печени, когда он постоянно хочет вот этого сладкого. Поэтому пациент так или иначе начинает меньше кушать, правильно начинает кушать. А что касается рекомендаций по питанию, мы даём сразу на первом сеансе. И на первом сеансе мы не отнимаем каких-то продуктов, мы просто правильно учим людей питание скомпоновывать. Балансировать. Совершенно верно. Там и завтрак, и обед, и ужин, и между ними перекусы. Вот сейчас кто-то из работающих людей скажет, да, как хорошо, и завтрак, и обед, и ужин. Да, все позавтракали. И завтрак действительно может быть лёгкий. И даже если пациент пришёл и сказал, что я там бутерброд ем, я говорю, хорошо, мы не отбираем этот бутерброд, пусть он останется. И между ними перекусы. На самом деле всё это просто. Неужели так сложно взять с собой яблоко? Неужели сложно взять с собой горсть орехов? Это перекус. Если организм у вас понимает, что вы не морите его голодом, он начинает сжигать эти калории, и вес сам по себе будет уходить. Не нужно допускать, чтобы человек позавтракал, а потом поужинал. Вот этот большой промежуток времени без еды организм воспринимает как агрессию против себя. Он понимает, его не кормят, значит, надо сберегать то, что попало. И обменные-то процессы притормаживаются. Мало того, что он в ужин съест больше, он же ничего не кушал, он пришёл голодный. Ещё и обменные процессы притормозились. И поэтому человек быстрее наберёт. Кстати, очень многие не понимают. Говорят, ну я же вообще ничего не ел всё это время, а почему я прибавляю? Вот поэтому и прибавляйте. Нужно брать с собой перекус. Нужно брать с собой бутылочку с чистой водой. Потому что вода тоже ускоряет обменные процессы. И несмотря на то, что некоторые люди пьют чай, едят суп и считают, что жидкости достаточно, это не... Таневирующие напитки, конечно. Нет, нужно пить чистую воду. Она в неизменном виде фильтруется через почки, унося токсины, унося лишние соли. И она действительно активизирует обменные процессы. Воды нужно пить из расчёта 30 мл на килограмм здорового веса. Ну и ещё вот проблема одна из таких тоже актуальных, когда лишний вес прибавляется, в основном, я так понимаю, у женщин, да? И связано не с неправильным питанием, а именно с возрастом, с какими-то гормональными изменениями. Здесь вы тоже можете помочь, ваши врачи, сотрудники. Будем говорить так, что и с неправильным питанием здесь тоже просто с возрастом обменные процессы притормаживаются. И с возрастом всё тяжелее удерживать тот вес, который в девушках удерживала женщина. Конечно, больше всего у нас пациентов постклимактерического периода, когда гормональный фон меняется, и аппетит появляется, и какие-то депрессии женщина начинает заедать. Вот. И, конечно, мы хорошо помогаем. У нас пациенты очень довольны, потому что, я уже говорила, и аппетит пропадает, и гормональный фон меняется. Это не слова. Методика такова, что она объективно изменяет гормональный фон. И гормоны щитовидной железы приходят в норму. Териотропный гормон, даже вот кто сдавал до и после, он действительно стремится к норме. И ещё. Сахар. У больных с сахарным диабетом второго типа приходит в норму. Это практически у всех пациентов. Это абсолютно объективный показатель. А сколько лиц... Я понимаю, что у каждого пациента индивидуально, да, там у кого-то более запущенные стадии, да, там у кого-то кто-то вовремя пришёлся, похватился. Но всё же, в среднем, сколько может длиться лечение, чтобы достичь вот какого-то результата, близкого к норме? Ну, у нас-то курс рассчитан на месяц. У нас пациенты ходят два раза в неделю в течение месяца. И если вес больше 100 килограммов, то через месяц мы приглашаем на повторный приём. Просто нужно знать, что после окончания курса лечения вес уходит от полугода до года. У нас же есть пациенты, которые по 40 килограммов сбросили. И пациент приходит показаться, мы просим, говорю, ну зайдите хоть, потому что звонят нам, говорят, вот я столик-то сбросил. И говорят, какие полгода, я год целый худел. То есть дальше идёт как будто само. То есть это отсроченный эффект после лечения идёт. Он ещё продолжается, если пациент уже запущен вот этого, то и привычку входит и правильно питаться, и ввести... Действительно в привычку. А тут даже не в привычку. Аппетит-то пропал, насыщение стало быстрее, он не может переесть. Дело в том, что на суджоке действительно невозможно переесть, начинает тошнить. Помимо вот этой такой актуальной проблемы, которая является такой неразрешимой для многих жителей нашей страны и вообще мира, вы также обращаетесь к лечению ещё одной проблемы, которая тоже для многих является многолетней. Это хронические заболевания, которые как раз осенью тоже обостряются. Я правильно понимаю, с хроническими заболеваниями тоже можно прийти к вам и получить помощь? Конечно. У нас ещё проводится герудотерапия. Вот сейчас гипертония. Осенью у многих стало подпрыгивать давление, а пиявка очень хорошо нормализует давление. Потом идут хандрозы, плечелопаточные периартрозы. Как правило, назначаем в комплексе иголочки плюс пиявки. Эффект очень хороший. Действительно, людям идёт реальная помощь. Просто с артрозами приходят. В принципе, это можно и у нашего мануального терапевта полечить, потому что он тоже специализируется и по хандрозам, и по артрозам. Он работает по методу остеопатии, по методу кинезиотерапии. Сейчас очень многие мануальные терапевты перешли на этот метод. Это врач высшей категории, опытный. Он работает у нас 20 лет, Андрей Анатольевич. Он тоже достаточно хорошо помогает, справляется с этими проблемами. То есть те заболевания, которые люди привыкли воспринимать как данные, что вот осень наступила, значит, сейчас надо будет терпеть хандроз. На самом деле терпеть его не обязательно. Невозможно. Естественно, надо его, можно с ним справиться. Конечно. Нужно обращаться. Эту проблему нужно решать. Потому что, ну, как правило, думают, сейчас я деклофенак уколю, и всё будет хорошо. Да, счастье будет, но на 2 часа. А здесь отсроченный эффект. И он по нарастающей идёт. И эффект кумулятивный, да. И человек потом уходит и понимает, ой, у меня ничего не болит. То есть эти такие, о которых много говорят, хронические заболевания, они тоже излечиваются. Главное – прийти в нужное место к нужному специалисту. Конечно. И в борьбе с хроническими заболеваниями, и в борьбе с ненавистным лишним весом, с ожирением. Можно записаться к вам по телефону или прийти на консультацию. Может быть, вы назовёте и адрес центра, и телефоны, по которым люди могут узнать, уточнить всю интересующую их информацию. Конечно. Мы рады будем. Приходите к нам. Мы находимся на Полонского, 19, корпус 1. Наш телефон – 24 10 50. Работаете вы со скольки до скольки? Мы работаем по записи. Поэтому люди звонят, и мы записываем их в удобное для них время. Мы работаем и вечером, и утром. Поэтому мы стараемся, чтобы запись была удобной для нашего пациента. У нас в гостях была Марина Тихонова, директор медицинского центра «Вера», где борются с такими проблемами, как ожирение и хронические заболевания, а также с многими другими. С вами была Марина Комиссарова. Я обращаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова